итак я вас приветствую друзья вы на канале веселый инженер меня зовут андрей и в этом выпуске мы с вами обсудим такую тема вот на базе вот этой вот детальки вот это его в этой волшестерни да почему любая технология которую вы напишите на своем предприятии не будет идеально я не говорю про всех но я уверен на 90 процентов что написание технологических процессов на сегодняшний день не актуально в том плане что мы их пишем в определенных условиях и так при устраивайтесь поудобнее заварите чаек кофеек а мы начинаем итак друзья вот такая вот волшественная перед нами да и сейчас мы рассмотрим вариант как в сегодняшних реалиях да в условиях любого принципе мало-мальски оснащенного предприятия изготовить такую шестернюю и в процессе этой работы я вам буду объяснять почему вы не приблизитесь в этой разработке в этом чтении до чертежа то есть предварительные наброски технологического процесса к и идеальной технологии ее изготовления и так давайте для начала как я вас всегда учил учу и буду учить вы должны рассматривать основную надпись здесь вы увидите что это сталь 40 х масса 11 килограмм то есть это достаточно такая немаленькая вал шестерня следующим этапом будет рассмотрение технических требований в основном да здесь информация какая ну на 80 процентов информации которые здесь есть по важности это термообработка то есть вы видите что здесь улучшение мне нормализация даже на 187 20 hb до плюс-минус не указанные штамповочные уклоны это для заготовки величина смещения поверхности разъема и так далее так далее так далее то есть в принципе ничего особо интересного кромки притупить и маркировать ч на бирке хорошо спасибо и так ну что здесь скажу вам как я вас всегда вам всегда во всех своих видео почтению чертежа говорил такие вот детали типовал волшебные обрабатываются в девяносто пяти процентов случаев а может быть и в ста процентов случаев от центров соответственно для того чтобы изготовить данную деталь вам необходимо ее сначала про фрезеровать вот эти вот торцы так ну то есть если у вас паковка естественного спаковка потому что мы видим это из технических требований про фрезеровать вот эти турции и потом сделать два центра с одной и со второй стороны за центровать соответственно вас получается за центрованная такая вот паковочка которую уже можете смело переставлять на токарный станок щипа в большинстве случаев наши все предприятия наших стран оснащены обычными токарными станками щиповую то есть это патрон сзади задняя бабка с центром вращающимся не вращающимся уже не принципиально но в принципе то есть технология одна и та же соответственно вы устанавливаете вашу деталь вы устанавливаете ее в центра базируете здесь у вас какой-то патрон но он необходим естественно для того чтобы обвести на вашу шестерню он вал шестерню да и начинаете обрабатывать обработка идет можно с любой стороны начинать то есть вы обрабатываете я буду с одной стороны показывать контур естественного копируется со второй потому что это тело вращения вы доходите до кулачков то есть где-то вот кулачки зажимают и все ну покажу чтоб уже не было вопросов а то многие пишут что там неправильно показываю что туда хорошо вот так все контур вы обработали это естественно не за один проход это может быть два может быть три прохода может быть это на каких-то поверхностях это будет один проход это все зависит от поковки от точности ее изготовления то есть в принципе сделали так как у вас вы видите что у вас достаточно много технических требований да но именно в данные детали да то есть есть увидите как не очень есть вот такое биение есть биение цилиндричность да вот такие это классика жанра все заданы биение на на всевозможные биения заданы которые всех и торцев заданы и диаметров и так далее помимо этого у вас регламентируется чертежом шероховатость да то есть 080804 эта полировка 16 то есть 08 16 это шлифование до наружный диаметр 32 тос под токарки в принципе в принципе в принципе еще что еще торцы обязательно подправляем здесь почему-то шероховатость торца не проставлена нет проставлена вот она 16 у 2 и 5 все в принципе у нас также еще симметричность паза до две сотых миллиметра и 16 паз странно пазы обычно такие точные ну не указывает шероховатость но может быть здесь какой-то скользящая посадка что-то тут передвигается не знаю это в принципе на откуп конструктору или студенту который выполнял данным чертеж и в принципе такого вида паз можно и отшлифовать по боковым поверхностям но это уже совсем другая история то есть технологию вы расписав данную тех процесс вы понимаете что здесь большие такие вот как большие 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 небольшие точные параметры до шероховатости точные параметры самих размеров то есть допуске буквально там полторы соточки даже меньше получается что ну необходимо обязательно доработка после термички соответственно по всем этим поверхностям выставляете припуск потом вы деталь снимаете с токарного станка несете и и на зубов фрезерный станок но надо же нам получить вот этот все таки зубчатый венец который у нас есть вот есть табличка да то есть модуль 4 число зубьев 29 делительный диаметр 120 цепен точности 7 это говорит о том что данную 6 по 7 степени точности придется обязательно пара шлифовать то есть зубы шлифования неизбежно важный момент для нашего так сказать видео да почему несовершенная технология потому что вы сняли с фрезерного станка ойс токарного станка и несете на зубов фрезерный да ну или перекладывать на какую-то тележку везете ли в ящик накапливаете передвигается кран-балкой это абсолютно неважно дальше на зуба фрезерном станке вы устанавливаете устанавливаете в центра установили это нижний центр так это верхний центр то есть деталь у вас будет установлена вот так центр здесь центр здесь вот ваш зубчатый венец это все очень условно и просто мне некогда вырисовывать так поставили в центра хорошо снизу крепится поводок так называемый поводок который каким-то способом прикреплен к патрону и это обеспечивает вращение нашей детали тут подходит червячная фреза скорее всего это червячная фреза потому что уже нету смысла делать на сегодняшний день на каким-то другим способом ну то есть червячная фреза подходит сюда потом это червячная фреза она перемещается вернее наоборот она вот отсюда перемещается сюда так и вращается вот в эту сторону соответственно вы мне напишите в комментариях это какое будет попутное или встречное фрезерование интересно вы усвоили мои уроки или нет в этом вот в это по этой схеме резали и так проходим фрезеруем зуб и естественно нам остается еще что сделать про фрезеровать паз обратите внимание мы снова снимаем деталь со станка и несем ее на другой допустим это будет вертикально фрезерный остановочек мы несем ее устанавливаем на опоры 1 2 фиксируем каким-то заживом сверху да то есть зафиксировали то есть опоры скорее всего будут такие призматические даута все такая вот призмачка тут будет наш валик спокойно уложен да и не будет никуда деваться сверху он будет прижат и будет зафиксирован достаточно точно возможно в одной из опор будет упор вот в этот еще торец потому что важно в этот торец упор сделать чтобы нам словить вот этот вот размер в итоге ну это не принципиально в принципе если небольшая партия таких деталей хорошо сделали да пас потом поставили ну допустим если этот пас мы деталь немножко перевернем и он будет вот здесь сверху да ну то есть это обычно концевая фреза то есть она подошла потом она пошла сюда про фрезеровала пас на всю ширину то есть на ширину 12 и у вас в принципе все уже готово деталь про является в термичку потом мы странички и получаем ставим в центра на шлифовальный станочек на шлифовальный станочек внимание опять же обращаю внимание ставим на шлифовальный станочек там нужно как-то ввести эту деталь соответственно здесь зажим идет так зажим мы шлифуем мы шлифуем давайте красным шлифуем вот эту поверхность там туалет эту поверхность там вот эту поверхность туалет вот эту поверхность короче от шлифовываем все что нам все что нам необходимо отшлифовать отшлифовали отшлифовали отшлифовать хорошо а эту не шлифуем 60 вы не шлифуют тут нету и 70 не шлифуем то есть вот две поверхности мы шлифовали но внимание у вас осталось вот эта поверхность что вы за нее занимает зажимаете кулачками либо за эту важность так большой нет или поводок стоит или кулачки но вы зажимаете соответственно вам нужно потом перевернуть деталь тут у вас уже все отшлифовано зажать вот за эту поверхность так это опять же поставить центра зажать либо поставить сюда поводок и уже отшлифовать вторую поверхность то есть это уже две установки то есть на токарке у вас было две установки потому что кулачки мешали до конца обработать деталь на шлифовке у вас также устанавливается используются вернее две установки и в принципе переходите дальше снимаете детальку несете на зубы шлифовальный станок ставите в центра ставите в центра ставите поводок зажим который будет вращать деталь и здесь у вас идет червячный круг который перемещается сверху вниз он отшлифовывает на профиль вашего зубчатого венца и ваша шестерня вал шестерня готова полностью для того чтобы стать в сборочный узел но ребята в чем же все-таки смысл этого видео да я вам сейчас описал классический технологию которая используется прогну наверное на 100 процентов предприятий да где изготавливают такие вал шестерни а что значит ваша технология не идеально кажется да все расписано все четко поставил зажал от фрезеровал отточил проточил да ребята смотрите что как можно изготовить эту шестерню в современных вал шестерни все путаюсь до современных реалиях да смотрите ставите на обрабатывающий центр щипов он использует центр и здесь у него идет отдельно с такими шипами поводок он упирается в ваш турец так вернее как подождите начинаем с того что обрабатывающий центр имеет две призмы в эти призмы укладывается заготовка так она укладывается в заготовка они зажимают ее потом такие как бы как типа кулачки стоят да вот ваша заготовка они вот сюда раз ее как бы фиксирует на призмах в призме она лежит они фиксируют роверная головка с приводным инструментом фрезерует вернее там подходит типа циковка да там такая циковочка делает один торец 2 револьверная головка делает второй торец потом центра поднимаются я просто это видел как это происходит на самом деле поэтому я говорю что такое современная технология почему вы не сможете написать в реалиях об этом и в конце еще отдельно остановимся и поговорим подымается заготовка вверх так и уже подходят центра и входят в эти вот вернее центровки когда у фрезеровали револьверные головки с двух сторон опускаются центруются отверстие потом уже поднимаются вот эти вот призмы вверх и центру центра сюда вот заходят с двух сторон тут подъезжает здесь как бы патрон с поводком который он говорил с шипами определенными для обращения эти шипы врезаются в этот торчик и поехал обработка внимание все делается за одну установку точится вот эти все поверхности все это вытачивается вытачивается до конца и нет необходимости снова вставлять ее переворачивать но этим все не заканчивается так как у нас обрабатывающий центр щиповую приводным инструментом то в дело вступает что правильно вступает червячная фреза то есть она же там же на этом центре установлена эта фреза она идет сверху вниз вот так идет да какое у нас здесь попутная ли встречная вы опять же напишите в комментариях виде поменялась немножко схема до фреза фрезерует зубчатый венец и отходит у вас уже практически за одну установку готовые 6 но и на этом не заканчивается у нас же 2 револьверной головки 1 здесь 1 здесь и здесь тоже имеется приводной инструмент в котором стоит как вы что считаете естественно концевая фреза то есть поворачивается деталь на определенный угол или не поворачивается нам не принципиально где будет располагаться данный шпоночный паз и это концевая фреза в при при одном инструменте она проходит и фрезерует на наш паз после чего деталька достается и заметьте она снимается со станка только для того чтобы переместиться на термообработку после термообработки технологии могут быть различные может быть шлифование может быть альтернатива шлифованию твердое точение это тоже оптимальный вариант почему оптимальный потому что на шлифование вы крепите поводок здесь и шлифуется но у вас остается вот эта поверхность не шлифованная потому что здесь крепится поводок и соответственно вы должны перевернуть деталь и уже потом зажать или для того чтобы шлифовать только одну вот эту шейку а это опять же операция это люди это деньги это энергия ресурсы что касается твердого точения то здесь устанавливается центр и вот тут стоит фрикционный круг фрикционный круг цепляясь за этот торец он позволяет вращать деталь сейчас вы скажете да нет фрикционный круг он будет проскальзывать совсем нет припуски небольшие резцы достаточно сейчас точные за определенной геометрии они срезают очень просто металл и получается что проточить вот эти поверхности в опять же можете все за одну установку без переустановки на другие операции ну что касается зуба шлифования то тут конечно вам не избежать установки и так смотрите что у нас получилось по старой технологии поставить технологии у нас получилось фрезерна центровальной операции раз отцентровали а может быть у вас фрезерна центровального станка нету и вам нужно будет адресалку токарке это вообще геморройная песни очень приятно хорошо отцентровали потом поставили проточили осталось поверхность которая не проточена за которую брали с кулачками перевернули еще раз проточили потом сняли со станка отнесли на зуба фрезерный станок отфрезеровали сняли со станка отнесли еще на в вертикально фрезерный станок сделали вот этот шпоночный паз и соответственно отправили в термо на термообработку потом прошлифовали потом перевернули прошлифовали оставшуюся поверхность за которую зажимали и потом прошлифовали зубчатый венец вот такая технология и какая у вас современная технология поставили на обрабатывающий центр полностью обработали деталь сняли и отвезли в термообработку потом поставили на токарный станок щиповую для твердого точения полностью проточили деталь и прошлифовали зубчатый венец то есть там было несколько операций здесь всего лишь 3 1 до термообработки и 2 после вот это которая вторая это абсолютно идеальная технология но почему вы не можете написать вот мы к этому вопросу пришли почему вы на производстве не можете написать такую технологию потому что вы пишете свой технологический процесс исходя из фактического оборудования которое имеется у вас на производстве а вот эти обрабатывающие центра они пишутся под конкретную деталь то есть разрабатывается технология компонуется станок и этим достигается оптимальные переходы оптимальные режимы резания и одна установка от заготовки до полностью готовой детали если было интересно ты знаешь с кем поделиться этим видео у меня все до новых встреч пока пока